Всем привет, вы на канале Суперкит. У меня в компе установлен винчестер на 1 терабайт. Обзор на него также был на канале. Тем не менее, насколько бы я не считал его надежным, только этому жесткому диску, как и любому другому в единичном экземпляре, доверять свои данные не готов. Именно поэтому периодически сливал всю инфу с компа на внешний диск Silicon Power, который и был запасным хранилищем. Объем его 500 гигабайт. И до недавнего времени мне хватало этого объема. Соответственно, именно столько же было данных на винте, который установлен в компе. Если бы не канал, готовые видео с которого, а также некоторые исходники, мне бы хватило на 500 гигабайт винчестера даже как основного. С очень большим запасом. Но почти за 3 года деятельности канала, а также мои личные файлы, на сегодня как раз достигли этой самой отметки в 500 гигабайт. Ну, как вы знаете, форматированная емкость винчестера ниже, чем заявленная, а таким образом чуть меньше, чем 500 гигабайт скопилось. Но это не принципиально и не главное сейчас. Если честно, я хотел купить обычный ноутбучный винт, а потом самому установить его во внешний карман. Но, как ни странно, такие винты стоят дороже внешних. Объяснения этому у меня нет. А кроме этого, отзывы почти на все винчестеры 2,5 дюйма, емкостью более 1 терабайта, не очень хорошие. То ли крайне активными стали те, кому попадается брак, то ли реально брака очень много, сказать сложно. Но это все заставило купить меня именно внешний. Учитывая, что раньше мне нравилась фирма Hitachi, которая сегодня винты не выпускает, а в течение года я купил 3 винта Toshiba, пусть и на 3,5 дюйма, но зарекомендовавших себя в моих глазах внешний винчестер именно этой фирмы и решил купить. В принципе, я не против и брендов, которые сами не выпускают винчестер, как тот же Silicon Power, но непонятно, что за винт стоит внутри, а Toshiba, очевидно, будет использовать свои харды. Кстати, да, винт во внешнем жестком диске и Silicon Power также оказался в свое время от Toshiba, но об этом чуть позже. Купить решил сразу 2 терабайта, чтобы через пару лет не упереться в границу объема. Ну а больше мне реально пока и не нужно. В комплекте хард, который продается внутри защитной подушки в коробке, также имеется USB 3.0-micro USB 3.0 кабель, который, как можно было видеть, заметно тоньше, чем от моего предыдущего винчестера и имеют длину чуть-чуть большую, чем 40 см. Размеры жесткого диска меньше, чем у того, который у меня был. По сути, размер чуть больше, чем стандартного винчестера от ноута либо SSD и отличие ровно на толщину корпуса со всех сторон. Если взять китайский внешний карман, то он еще больше, чем у меня был внешний накопитель. Такого результата удается достичь за счет распайки контроллера USB на плате винчестера, а именно вместо привычного разъема SATA здесь сразу выведен обычный micro USB 3.0 порт. С точки зрения размеров это плюс, а с точки зрения практичности, конечно, минус. Потому что если бы что-то случилось с контроллером USB 3.0 SATA, то можно было бы вынуть винчестер и использовать в другом внешнем кармане. Или вообще как внутренний винт компа либо ноута. Но в данном случае что есть, то есть. Все же сильно бояться этого не стоит, не такая уж эта частая проблема. Как пользователь я вполне аккуратный и вряд ли разъем micro USB 3.0 получится выломать. Музыка. 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 Предлагаю перейти к оценке работы и тестам. Диск сразу доступен к работе, он уже инициализирован и отформатирован. Естественно форматированный объем меньше заявленного. У дисков 2 терабайта, он составляет 1.81 терабайта. Здесь записаны пару pdf файлов, инструкция к использованию и руководство по безопасной работе. Из CrystalDiskInfo видно, что винчестер внутри SATA 2 и имеет 5400 оборотов в минуту. 5400 это то, что я и хотел. Такие винты не намного медленнее, зато существенно тише в работе. Информация про буфер прямо как умышленно засекречена. Вообще по этой модели, и не только по этой, нигде не встречал упоминания этой величины ни в инструкции, ни на сайте, ни на упаковке. Более того, я гуглил по версии прошивки и по названию самого диска, которая доступна в программах мониторинга за состоянием. Жесткий диск находил отдельно от коробки, но и на наклейке на самом харде нет информации о буфере. Так могли сделать только из-за малого объема этого буфера. Больше причин не вижу. Линейная скорость в кристалл диск марке составила почти 160 Мбайт в секунду на чтение и 132 Мбайт в секунду на запись. Виктория также показывает состояние устройства. Полный тест показал следующие результаты. На самом деле здесь меньше более медленных секторов, чем показано. Хотя они есть. Но поскольку нагрузка на комп сразу же показывает в разной степени на сколько-нибудь медленный сектор, а я вел деятельность за компом, потому что процедура теста Виктории составляет несколько часов и полностью я не мог оставаться без компа, то вот такой итог. HDTune показывает стандартную для жесткого диска кардиограмму. С самой высокой в начале скорости чтения около 150 Мбайт в секунду, постепенно уменьшаясь до скорости 113 Мбайт в секунду. HDTune. Самая максимальная температура, до которой нагрелся винт во время тестов, составила 42 градуса. Неоднократно читал отзывы, которые касаются не только данного харда, а и многих других, прежде всего внешних. Что у пользователей, якобы скорость записи сначала очень большая, а потом то ли скачками уменьшается, то ли просто падает. Поэтому решил проверить линейную скорость записи посредством копирования относительно большого объема за раз. Этот объем будет составлять порядка 20 Гбайт. Источником чтения файлов будет мой SSD. Не самый быстрый, но имеющий скорость чтения около 350 Мбайт в секунду, чего вполне будет достаточно для теста. По началу записи скорость намного больше, чем может работать винт. Почему такое может быть? Во-первых, файловая система NTFS не сразу дает возможность понять реальную скорость записи. Во-вторых, смотря что записывать. Если объемные файлы, то скорость более-менее быстро устаканивается и становится ровной. Если же записывать какое-либо количество мелких файлов, то вполне нормально, что скорость записи будет относительно невысокой. Так как просто не будет выходить на свой пик. Потому что будет постоянно меняться из-за оценки системы и возможности записи каждого нового файла. Это очень замедляет процесс записи. Именно запись набора мелких файлов можете сейчас наблюдать. И она совсем не такая, как была минутой ранее при записи объемных файлов. Но это не отклонение, а режим работы. В реальности никаких отклонений не обнаруживаю. Также один из вариантов может быть подключение в порт USB 2.0. Я не исключаю, что есть пользователи, которые не знают разницы с портом USB 3.0. У меня есть порт USB 3.0 на компе и я знаю отличия, но все равно хочу совершить тесты работы через USB 2.0. Как известно, порт USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0. Это означает, что не только подключать к другому устройству можно в USB 2.0, а и кабель использовать USB 2.0, micro USB 2.0. Со стороны винчестера такой кабель будет подключаться в соответствующую часть разъема. Перепутать будет сложно, в другую часть разъема штекер просто не влезет. При подключении к 2.0 порту индикатор работы уже мигает не синим цветом, а белым. Более 40 мегабайт в секунду в кристалл диск марке через этот порт трудно увидеть. Что же касается линейной скорости в данном случае, можно наблюдать еще дольше и нагляднее эффект, про который я и читал в разных отзывах к покупателям и который упоминал минутой ранее. За счет записи на НТФС у винчестера изначально отображается нереально высокая скорость. Однако со временем, так как реально винт конечно же не может работать со скоростями наблюдаемыми в начале процесса записи, эта скорость неумолимо стремится к своему реальному значению и достигает его. В конце видео просто ради интереса покажу тесты моего старого внешнего винта, чтобы можно было сравнить их между собой. Ограничусь подключением через порт USB 3.0. Как видно, скорость через кристалл диск марк заметно меньше. Скорее всего это вызвано плотностью записи, которая здесь меньше, чем у нового накопителя. За один оборот диска считывается и записывается меньше информации. Скорость вращения здесь также 5400 оборотов в минуту. Буфер честно отображается, здесь 8 мегабайт. Видите сами, за 6,5 лет использования всего 229 включений и 425 часов. Я изначально покупал этот внешний диск именно для хранения информации. Хотя пару недель я его даже использовал как системный, когда собирал себе комп, а внутренний винт тогда еще не успел купить. Те же самые 20 гигабайт сюда записываются также с изначальной якобы огромной скоростью, но потом и здесь показатель скорости приходит к реальному значению. Во всяком случае на FAT32 я такого не замечал, но FAT32 не подходит к использованию, так как на накопитель с такой файловой системой нельзя записывать файлы емкостью выше чем 4 гигабайта. В общем-то почему бы это сразу и не проверить? Форматирую силикошу в exFAT. Это расширенный FAT32, здесь сняты ограничения в объеме одного файла, а сам FAT32 даже не предлагается среди доступных файловых систем. Все готово, теперь файловая система не НТФС, и запись тех самых 20 гигабайт сразу же начинается с реальной скорости. Нет никаких мифических 250 и 300 мегабайт в секунду, которых конечно же не было и у НТФС. Это лишь являлось особенностью работы НТФС. А с exFAT сразу скорость, соответствующая возможностям устройства. Таким образом я показал откуда берется скорость, которая не соответствует логике. Повторюсь, что это может быть из-за файловой системы НТФС, из-за объема и количества копируемых файлов, и из-за порта USB, в который подключен внешний диск. С каким-либо браком и неисправностями это никак не связано. В целом, по крайней мере пока что, я вполне доволен. Собственный винт на 2 ТБ у меня первый раз в жизни, даже не представляю чем его можно со смыслом заполнить. С другой стороны, цели просто забить его под завязку и не было. Возможно, если бы я знал, что в новых Silicon Power также используются сейчас жесткие диски от Toshiba, я бы и сейчас купил какой-нибудь винт от этого производителя. Есть и у них симпатичные дизайны. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.